так не честно я тебя предупреждаю я тебя предупреждаю тебя снимали ну не всегда ладно вчера маша не знала что поговорим про правильное питание вообще-то блин дай мне сюда дай сюда маша смазать мы не отвечаем не консультируем на вопросы в интернет-магазине мы не успеем так ничего так смотрите это кокосовое масло не рафинированная экстра вёршен это овсянка которая замочена была на ночь стаканом воды 5 столовых ложек у меня 5 столовых у маши стакан воды на каждый и на ночь стояла потом утром мы ее просто пару минут проварили теперь без соли и сахара добавляем кокосовое масло маша не могу одной рукой нам помогай мне так столовую ложку маша я снимаю масло кокосовое оно очень добавляет вкус во-первых во-вторых оно полезное потому что с жирами усваиваются витамины очень хорошо и сейчас может сюда нарежет банан камера маша отвечает на вопрос интернет-магазине поэтому она немножко втыкает маша режь банан маша это наш завтрак я деньги зарабатываю на молодец в общем правильное питание немножечко о нем утром мы едим медленные углеводы медленные углеводы это каши делает так а как ты хочешь рассказать и правильное питание просто во время того как я режу банан да нет почему почему меньше надо сесть и рассказать это на разговорном видео я не буду мне нет на это времени я могу так вот по ходу рассказать медленные углеводы есть и быстрые углеводы быстрые углеводы это плохо медленно это хорошо что такое быстрые углеводы это вот быстрые углеводы шоколадка всякие мучные изделия в общем все что не полезно и вы сами знаете что это конфеты торты выпечка шоколад вот это вот быстрые углеводы мороженки пироженки и так далее быстрые углеводы поднимают вам сахар в крови и в общем организм очень страдает и хочет еще больше жрать и это масло наливала да размешает это физиология то есть вы съедаете конфету и хотите еще больше есть потому что маша мне не надо банан резать ты увлекалась хорошо тогда мне абрикос да не забыла после конфеты всегда хочется кушать еще больше конфету можно съесть после еды это лучше не есть тогда меньше шансов нажраться еще больше так вот медленные углеводы это полезные углеводы это наша энергия это наша энергия то за счет чего мы живем целый день то есть каши гречневая рис овсянка в общем все-все-все каши это медленные углеводы это хорошо картошка кстати это ближе уже к быстрым углеводом это что-то нечто среднее между быстрыми медленными но ближе к быстрым каши это утро и обед а вечером мы едим белок белок с овощами белок это строительный материал наши мышцы наше тело все построено из белка из коллагена поэтому поэтому нужно на ночь когда вы уже легли спать и строите свой организм вот на ночь как раз белочек хорошо но запомните одно важное правило в обед с кашей и вечером с белком нужно обязательно есть много овощей салата вот чего-то такого свежего салат нужно навсегда с маслом потому что с маслом усваиваются все витамины микроэлементы лучше на самом деле это очень вкусно кто думает что без соли и сахара овсянка отвратительная вы просто возьмите и съешьте без ничего без соли и сахара один день овсянку а на второй день добавьте туда абрикоску и кокосовое масло и это будет сказочно вкусно до первый день это будет первое всего вы сдадитесь первый день без ничего то между овсянка без ничего просто сделайте это съешьте ее без ничего а на второй день съешьте ее с кокосовым маслом и абрикоса или бананом и вы поймете что счастье есть. Так было у Маши, так было у меня, так у всех, кто знает этот фокус. А что там наша кастрюлька? Она почти отрыта. Еще пару заходов. Она не взяла сутки. И Маша справится. Я тебе советую взять железную мочалочку и аккуратненько, нежненько не тереть. Так, Сан, выключи воду. Очень важно пить полтора литра в день воды. Ни компота, ни супа, ни каких-то напитков, а именно чистой воды. Бутилированной. Жидкость, вот эта полтора литра считается исключительно обыкновенная вода. Вода обыкновенная. Не газированная. Не сладкая, не с лимончиком. Короче, просто, просто вода. Просто бутилированная вода. Вон у нас вот там вода стоит. Полтора литра мы с Машей по полтора литра выпиваем. Ну, если ваш вес 50 кг и больше, ну, немножко больше, то полтора литра. Если хорошо больше, то там уже и два литра, и два с половиной. Есть таблица расчета. Можете посмотреть в гугле. Ну, если меньше 50 кг. Ну, если меньше 50 кг, то можно, можно... В общем, в среднем полтора литра он должен выпивать каждый взрослый человек. А вот. А там уже детальки можно смотреть в интернете. Это очень важно. Если вы не пьете воду в нужном количестве, вы... Никакое правильное питание. Да, никакое правильное питание вам не поможет. Потому что нормальное количество воды это очень важная часть похудения. И не только похудение, но и здоровье. Мы, допустим, за похудением не гонимся. Мы, как бы, стараемся быть здоровыми. Да, но если вы худеете, и именно из-за этого ищите правильное питание, то вам не поможет оно, если вдруг люди будут. Да. Да, это точно. И просто воду. Без всяких лимончиков. А пока Маша со своим лучшим другом выставляет пост наш новый зоопарк. В наш новый инстазоомагазин. В наш инстазоомагазин я расскажу вам немножко о еде. В нашем организме постоянно рождаются и умирают клетки. Для того, чтобы этот процесс происходил правильно, нам нужны белки, строительный материал. Белки делятся на два вида. Животные и растительные. Животные это мясо, рыба, яйца. Это основное. Растительные это в основном бобовые. Горох, маш, нут. Еще много белка в гречневой каше. Что касается мяса, лучше выбирать говядину, птицу, баранину. Но не свинину. Свинина слишком жирная. Лучше всего белок есть на ночь. Почему? Потому что организм целый день нуждается как раз таки в энергии. А энергия у нас это углеводы, это каша прежде всего. А вечером нам энергия не нужна, потому что мы ложимся спать. И как раз во время сна организм занимается построением новых клеток и так далее. Латанием всяких дыр. И для этого нам нужен белок. Поэтому белок мы едим на ночь. Белок не нужно мешать с кашей, не нужно мешать с картошкой. Белок лучше всего есть просто с овощами. Это в идеале, конечно же. Порции. Каждый ваш прием еды это три ваших кулака по объему. То есть вот сложили кулачок и три таких кулака это ваш один прием пищи. Что касается белка, один кулак белка и два кулака овощей, салата, зелени. Что касается каши, тут можно немножко поиграться. Можно один кулак каши и два кулака овощей или наоборот. Ну, я бы советовала больше овощей. Если вы хотите похудеть, если вы хотите поправиться, то, соответственно, больше каши. В обед обязательно с кашкой нужны овощи, нужны. От этого зависит ваше здоровье, потому что в овощах есть витамины. Что касается фруктов. Фрукты лучше есть в первой половине дня, если вы хотите опять-таки похудеть. Потому что в фруктах есть фруктоза. Фруктоза имеет свойство перерабатываться и откладываться в качестве жировых отложений в разных-разных неприятных местах. Поэтому, кто следит за своим весом и хочет похудеть, лучше всего фрукты есть в первой половине дня. Ягоды можно есть неограниченным в любое время дня и ночи. Чьи-то ноги там болтаются. Ты уже все посты выставила? Последние нюансы. Последние нюансы. Улитка надо? Переходите по ссылочке под видео и там есть все товары для улиток, в том числе улитки и даже яйца улиток. Это очень интересно наблюдать за тем, как из яйца появляется улитенок и растет на ваших глазах. Вот такое зрелище. Перекусы. Очень важная часть еды, приема пищи для тех, кто опять-таки хочет похудеть. Не нужно себя морить голодом, голодать и постоянно быть на подсосе, потому что организм ваш тогда чувствует, что ему не хватает еды и что он делает? Он начинает запасаться. То есть все, что вы съели, идет не на вашу энергию, а на то, чтобы запастись на потом, а то, что потом не дадут еды. Поэтому первое правило, это есть как можно чаще. То есть каждые 3 часа, если вы хотите худеть, вам нужно что-то кушать. Утром это каша, лучше всего овсянка, это проще и вкусно, ну, как для меня. И, кстати, очень полезно для желудка. Потом вы можете какой-нибудь перекус сделать, это может быть яблоко, кстати, очень полезно. Яблоко между завтраком и обедом съесть зеленое, зеленое именно яблоко, там очень много полезного, не буду углубляться, но зеленое яблоко нужно очень сильно много жевать, то есть каждый кусочек вы кусаете и жуете 30 раз. 30 раз переживуете. Так вы даете сигнал своему мозгу, что сегодня я буду есть много, не волнуйся, я тебя накормлю, поэтому не надо запасаться разными там неприятными, неприятными местами вещами. Короче, вы поняли. В общем, жуем каждый кусочек 30 раз, съедаем целое яблоко. Можно его резать, чтобы не кусать вот так вот, потому что, говорят, это вредно для челюсти. Маша так говорит. Маша, правда? Угу. А почему? Очень сильная нагрузка на телесные суставы. Вот так. Поэтому мы режем яблочко кусочками, кидаем в ботик, жуем, 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 30 раз не глотаем, потом глотаем, следующий кусочек, и таким образом ваш мозг понимает, что ага, меня кормят, все нормально, еще и вкусным, и витамины там есть. Вот. И обязательно вода. Полтора литра в день это, если вы больше нормы весите, то там больше 2 литра, 2,5, смотря сколько у вас, какой вес. Если вы слишком сильно интенсивно занимаетесь спортом, естественно потеете, либо очень жарко вы потеете, тоже нужно воды больше. То есть это вот так вот, обычно средний, если вот средний статистический человек, 50-55 килограмм, это полтора литра. А в остальных случаях уровень растет. Очень полезно в день выпивать 400 где-то миллилитров минеральной воды типа боржоми. Вот. Это классно. А, и воду нужно пить за 10-15 минут до еды и через час-полтора после еды, во время еды, запивать еду ни в коем случае нельзя. Это вредно. Что касается супов, я их не ем. И ем очень редко. Там ничего нет полезного. А он только наполняет желудок, раздувает его. И, в общем, вы через час опять хотите есть. Но я не боюсь поправиться, я просто не люблю супы. Иногда ем борщ. Что тут у нас? Почти все готово. Да? Смотрите, какая красота. А мы сейчас с Машей будем снимать переселение улиток на канал Jazz Life Pets. А потом придет Яна и мы готовим суши. Мы давно хотим суши. Уже несколько дней. И есть шанс, что сегодня мы их приготовим. Потому что придет еще кто-то и заставит нас это сделать. Кстати, у нас соевый соль закончился надо Маше. Ой, Маше, я не написать, чтобы она купила соевый соль. Это не моя нога, если что, это Машина. Пост готов. А ну, показывай. Ты уже выставила? Ага. Ну, как бы вау. Когда улиткам достается больше любви, чем мне. Я пытаюсь заставить ее вылезти. Я ее не ем. Сегодня. Слышишь, у нас сегодня влог про правильное питание. Тут я с Ангеритой ртом наду литкой скажу, что это тоже входит в правильное питание. Блин, ну это чуть-чуть уже вылазит, а та никак. Мы снимаем на канал JetSlavePets переселение новых улиток. Для того, чтобы красиво снять, нам нужно подождать, пока они вылезут. Но этот процесс длительный. Главное, те вон, все вылезли, смотри, дружно ползают. Вот там. А эти это наши новые улиты. Блин, может, другую взять. Сейчас возьму, она как раз, она тоже спрячется. Смотрите. Ну, пока. Ну, пожалуйста, пожалуйста, бывай. Это игроки... Нет. Овум. А игроки с красными апексами. Их здесь нет. Апексы. Мы теперь знаем это слово. Так, я знаю, что сделать. Нужно налить. Налить на... Полить их водой. Такой, тепленькой. Они любят купаться. И сразу вылазят. Нужно не сварить их. Потому что вода переменчивая. И они... А что из этого получилось, посмотрите на Jazz Life Pets. Я надеюсь, что-то получилось все-таки в итоге. вылазит. Белый вылазит. Ну? Come here, mommy. О! Неправильно ли посадить их, и они там себе вылезут? Нет. Ты их сейчас пока будешь пересаживать, срежать. Они тогда красивые. Интересно смотреть, когда в руке улитка, они когда не там сидят в контейнере. У всех в контейнерах улитки. А вот такие красивенькие только на Jazz Life Pets. Видите, сколько мы морочимся для того, чтобы красиво снять. А кто-то просто открыл контейнер с кокулями и снимает. Это мои улитки. А покупают у нас. А у нас обед. И на обед у нас рис. С маслом специально положила кусочек, чтобы было понятно сколько. Рис, это, кстати, не простой белый, а дикий рис. Не шлифованный. Он полезный. Простой белый и не полезный, потому что это уже получаются быстрые углеводы. И салат. Почему я сначала наливаю в салат масло, а потом солю? Потому что, если сразу посолить, а потом масло, то салат стечет. А если мы покрываем овощи маслом, а потом сверху солим, соль меньше проникает в структуру овощей, соответственно, они не так быстро стекают. Салатик наш готов. Ешьте цельнозерновой хлеб, он намного полезнее. Просто спросите в магазин, есть цельнозерновой хлеб? Они говорят, да, вот, пожалуйста. И много зелени. Зелень тоже очень полезная. Стараемся есть немного, но не всегда получается. Итак, порция риса в один кулак. Ну, если это все сложить. Насыпаем салат. В данном случае, наверное, тоже получится в один кулак. Но, скорее всего, мы будем досыпать. Маш, ты чё? Вот такой у нас получился обед. Хоть он у нас получился позже, чем обычно, потому что у нас сегодня большие съемки были на ПЭЦ-канал. Пойдите, посмотрите. Скорее всего, влоги пока выходить не будут, потому что мне некогда будет их монтировать. И пришла уже я, она моя подруга, с которой мы сейчас будем готовить суши. Про суши снимем видео. Обязательно. А пока Маша моет посуду, я еще уточню пару моментов по правильному питанию. Когда я ем, я глухинем. Это не случайно придуманная пословица кем-то там когда-то. Это очень важно. Когда вы кушаете, нельзя сидеть в телефоне, с кем-то разговаривать, чем-то занять свои мысли. Нужно думать о том, что ты ешь. Потому что, ну так правильно, так никто не делает, но так надо делать. Я стараюсь так делать, но у меня не получается. да, Маша? Угу. Потому что он в телефоне. Так вот, когда вы жуете, тщательно пережевывая, мозг подает сигнал, он понимает, что ты жуешь помидорку. Подает сигнал, жури удок. Можно потише? Нет. И он там говорит, мы едим помидорку, давай ферменты, которые раскладывают помидорку. Ну, это я образно, вы понимаете. То есть, очень важно, когда вы кушаете, думайте о еде, о том, что вы кушаете. И очень хорошо все пережевать, потому что первый процесс переваривания происходит со слюной во рту. Это первый этап. Потом уже в желудке, потом дальше уже в кишечнике. Но важно не глотать еду, не делать это быстро, а быть очень внимательным, когда кушаешь. На этом этот влог подошел к концу. Насчет ужина я тоже вам уже говорила. Это мясо, либо яйца и овощи. Это в идеале. А, и пейте зеленый чай. Он очень полезный. В перерывах между едой. Все. Все, что я знаю про еду, я, по-моему, рассказала. Если чего-то не рассказала, возможно, буду рассказывать в следующих влогах. Всем пока! Подписывайся на канал В.Виктория.